Приветствую вас. Давайте мы с вами разберём вопрос, который вы задаёте. Если я много думаю о том, что ничего не достигла и не смогла, а ещё попадаются парни, которые постоянно начинают изводить и издеваться, то как себя полюбить? Я понимаю, что эти люди никогда не смогут добиться того же, что и я. И они, понимая это, начинают изводить и доводить, давя на самое больное, как принять себя и как избавиться от таких людей. Ну, вообще, ваш текст конкретно указывает, конечно, на запрос на психотерапию. Вот. То есть, самый лучший способ вам вашу проблему решить, да, это вот пойти на психотерапию, то есть начать индивидуальную работу, вот, скажем так, вот. И, соответственно, это могло бы, конечно, помочь существенно вам в решении ваших задач, скажем так. Это первое, что хочется сказать. Второе, значит, вот вы говорите о том, что вас как-то вот напрягают, напрягают, напрягают люди, которые значит вам встречаются. Такие вот люди, которые вас газуют. эти люди, конечно, они отражают в известной степени больше, чем вы сами о себе думаете. Эти люди, они в известной степени транслируют вам ваши же мысли собственные о самой себе. Вот. Это делается на уровне интуиции. Вот так это происходит. Можно сказать полу-бессознательно. Вот. Другой вопрос, откуда у вас такие мысли? Вот это интересно. Откуда у вас мысли о том, что вы какая-то плохая, откуда у вас мысли о том, что вы ничего не добились и так далее. Скорее всего, вы себя с кем-то сравниваете. Скорее всего, вы на кого-то злитесь. на кого-то злитесь. И наша задача заключается в том, чтобы понять, на кого вы злитесь. какие чувства вы планомерно себе подавляете. Вот это необходимо выяснить. Это необходимо увидеть. понимаете, да? Очень важно вам это заметить. Вот вы говорите, ничего не достигла и не смогла, да? Много думала об этом. Вы здесь конфликтуете с кем-то из ваших, ну, из вашего окружения, скажем так. Кто вас к этому так или иначе так или иначе принуждал, так или иначе заставлял. Вот с этим человеком вы, значит, ведете беседу. Такую беседу, ну, полубессознательную, к сожалению. Нужно увидеть, что это за беседа, что это за диалог, который вы ведете сами сцены, сами с собой, да? А с кем вы ведете этот диалог? Вот. И тогда будет уже более, более понятно и более очевидно, по как вам действовать дальше? И что вам делать дальше? Понимаете? Какая штука? Вот. Вот. Но пока что вы ведете внутреннюю борьбу с кем-то из значимых, по-видимому, для вас, людей. есть. Вот. И отсюда у вас возникают такие некоторые, скажем так, перекосы. Да? Вот. Ну, в отношении себя. Дальше. Вы сравниваете себя за теми людьми, вот, вы пишете, да? Значит, эти парни никогда не смогут добиться того же, что и я. очень интересный момент здесь заключается в том, а как вы позиционируете себя с этими парнями как раз? Ну, буквально, вот, в буквальном смысле этого слова, как вы себя позиционируете, ну, то есть, на каких основаниях вы выстраиваете отношения с этими людьми, да? Какая база, то есть, что между, что общего между, вот, вами и, собственно, этими мужчинами, да? Которые вам попадаются. Вы же их, наверное, как-то выбираете, да? Вы же их, наверное, чем-то, ну, привлекаете. Они вам чем-то нравятся, эти люди, раз они оказываются в вашем окружении, так скажем. Вот. То есть, таким образом, на мой взгляд, это совершенно не случайно, что вы выбираете себе таких людей. Задача заключается в том, чтобы понять, как, задача заключается в том, чтобы понять, как вы это делаете, каким образом вы это делаете. Вот. И я думал, что когда и если вы сможете это понять, увидеть, а также увидеть то, чего вам хочется, вероятнее всего, что-то доказать. И доказать. Скорее всего, вам хочется, вот, не конкретно этим парням, хотя выглядит, выглядит все именно так. Выглядит так. Вот. Вот. Но, скорее всего, не им вам хочется чего-то доказать, а некоторым другим, более важным людям, которые в вашей жизни были. Вот. Через, да, через этих людей, конечно. Потому что, ну, а выбор какой, какой, да, как бы, у вас. Вот. Понимаете, какая штука. Поэтому, вот, на это вам и нужно обратить свое внимание. Как мне кажется. С этого, ну, с этого нужно, ну, с этого нужно начинать вам. Вот. И я думаю, я думаю, что тогда, как раз у вас все, вот, начнет нормализовываться. Вы пишите. Давляд на самое больное. А что это самое больное? Что это такое? Что вы чего-то не добились, да? А как вы узнали, что вам нужно этого добиваться? Ну, то бишь, то бишь, то бишь, то бишь, буквально, то бишь, буквально. Как вы узнали, что вам этого нужно добиваться? Вот. Вы же от кого-то это узнали. Наверное. Да? Получается. Вы от кого-то узнали, что вам нужно этого добиваться. Вот. Эм. Эм. Довольно интересный вопрос. Как вы узнали? И от кого вы узнали? Что вам нужно, вот, добиваться, ну, чего-то. Еще очень интересный момент заключается в том, что вы, как бы, говорите, что вот они никогда не, значит, никогда не смогут добиться того, чего-то. Что и я. То есть, как-то получается так, что вы вроде как бы понимаете, что ли, что чего-то вы добились. И, вероятно, это не пустое место, то, чего вы добились. Да? Но как-то это обесценивается. Это вот тоже очень интересный момент. Ну, и последнее, последнее, о чем хотелось бы сказать, это, конечно, про то, что вы пишете, как избавиться от этих людей и как принять себя. Да? Во-первых, в том, что касается принятия себя, нужно заметить, что именно вы отторгаетесь. Потому что, ну, совершенно очевидно, что мы столкуемся с отторжением, с отторжением. Вот. Необходимо понимать, что отторжение не возникает на пустом месте и не принадлежит вам. Отторжение – это интеракт, то есть нечто, что вы усвоили от кого-то. Вот. Соответственно, если вы себя не принимаете, то речь идет о том, что вы просто повторяете за кем-то какие-то высказывания. Ну, вот, ну, по отношению к вам, то есть это, ну, это буквально, это буквально какие-то высказывания по отношению к вам. И нужно, опять же, понять и увидеть, что это за высказывание, да, и от кого они звучали, в каком контексте, какие выводы вы, кстати говоря, из этого сделали. Вот. Все это, знаете ли, очень-очень интересно и на все на это, на мой взгляд, нужно обратить внимание. Вот. Поскольку речь идет о, по каком, вот, получается, чувстве злости на себя. Вот. То есть речь идет о том, что вот вы довольно сильно злитесь на себя, да, вот, ну, как-то вот, значит, корите себя. Вот. Вот. Что чего-то вы не достигли, да, что вот, чего-то вы не добились. Я думаю, что эта злость также она принадлежит другому человеку, я думаю, что не вам. Ну, естественно, нужно поисследовать, кому это адресовано. И если мы сможем это сделать, вы это выразите, вот эту злость, агрессию, непринятие какое-то вот. И вам, опять же, станет легче. Что касается других людей, то от них избавляться не нужно. Ни от кого вообще избавляться не нужно. Не рекомендуется ни от кого избавляться. Вот. Значит, потому что это ничего не решит. Ваши проблемы не уберет. Но, если вы будете над собой работать, вот, то эти люди сами отсеются. Сами по себе, я имею в виду, отсеются. На этом все. Я надеюсь, что я помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. До удачи. Обращайтесь. Обращайтесь. Продолжение следует...